Я с удовольствием представляю вам Ельчининова Андрея Владимировича, который сегодня расскажет об иммунной системе. Как я и обещал, как мы уже сегодня слышали, иммунная компонента, воспалительная компонента очень важна в различных патологиях, воздействие на нее очень важно, и, соответственно, нам необходимо понимать, как она функционирует, в частности, у млекопитающих. И Андрей Владимирович нам сейчас расскажет. Пожалуйста. Спасибо большое за представление. Как уже сказали, что во многих лекциях было отмечено те или иные черты, которые сопутствуют и ишемическим повреждениям ткани, и их дифференцировке. Поэтому, конечно, воспаление является одним из фундаментальных процессов, которые сопровождают нас и в норме, и при развитии той или иной патологии. И одним из, конечно, важнейших компонентов в развитии воспалительной реакции является моноцитарная микрофагальная система млекопитающих. В последнее время, ну, последние три года, научный коллектив, которому я принадлежу, а он, в общем, довольно большой в последнее время, все больше и больше становится, Мы работаем практически в четырех уже учреждениях, так или иначе, стал изучать систему макрофагов. И когда мы стали уже и экспериментальные работы, и клинические работы выполнять, и в том числе в связи с этим пришлось читать и писать литературные обзоры, Накопилась какая-то информация, которая, в общем-то, совсем или совсем или сильно расходится с тем, что преподают студентам в курсе цитологии или клеточной биологии или гистологии. Собственно, про некоторые моменты я и хотел бы рассказать вот сегодня вам. Ну, всем хорошо известно, что портрет этого человека, это Илья Ильич Мечников, нобелевский лауреат наш, один из первых самых, Он, в общем, считается, что ему принадлежит право и авторство вот в этом термине макрофаги. Хотя, на самом деле, он просто описал явление фагоцитоза, и, на самом деле, термин макрофаг совсем практически не использовался. Это уже в дальнейшем потом стали просто гистологи уже применять его. Ну, так или иначе, он является родоначальником вот клеточной теории иммунитета, В основе которого, в том числе, были положены в его понимании макрофаги. Если с Мечниковым все знакомы, то портрет этого человека практически вообще никому не известен, Хотя с результатами ему трудов знакомы практически все биологи и врачи. Это Ральф Ван Фюрт. Он, собственно, предложил более-менее современное представление О моноцитарно-макрофагальной системе в организме умлекопитающих. В чем же, собственно, его постулат? Это всем хорошо известное положение. Он предположил, что моноциты крови, созревающие в красном костном мозге, мигрируют по мере необходимости в ткани и дифференцируются там в теле иные популяции макрофагов. Ну, вот все эти популяции макрофагов здесь представлены. Ну, кроме того, он предполагал, что моноциты имеют отношение и к дендритным клеткам, то есть к антигенопрезентирующим клеткам. Он в своих исследованиях использовал модель воспаления брюшины. И вот на этой модели, в общем-то, эта система была, его предположение было подтверждено. Но со временем, уже практически с того момента, как он ввел это понятие и вот это положение, стали накапливаться данные, которые, в общем-то, напрямую противоречили этому. То есть, фактически выяснилось, что моноциты есть, моноциты образуются в красном костном мозге, но они практически не имеют никакого отношения к тканевым макрофагам. То есть тканевые макрофаги — это самоподдерживающиеся клеточные популяции, которые практически никак не связаны с костно-мозговым кроветворением. И совсем все стало очевидно, где-то в середине 2000-х, 2010-х годов вышли практически одновременно три основополагающие статьи, это вот, видите, такие уважаемые журналы, как Nature и Immunity, которые, в общем-то, и окончательно, в общем, разрушили представление этого Ральфа Ванфюрта о моноцитарно-макрофагальной системе. В этих статьях, собственно, было показано, что действительно, уже точно показано, что тканевые макрофаги не имеют никакого отношения, во всяком случае, в норме, в большинстве органов к костно-мозговому кроветворению. Но статьи вот три, и каждый автор из этих статей сформулировал как бы свою модель, каким же образом формируется моноцитарно-макрофагальная система в организме у млекопитающих. Собственно, вкратце, каждую эту модель мы рассмотрим. Вот самые, они очень похожи на самом деле. О чем говорят эти модели? Они говорят о том, что, и это известно еще из курса институтского клеточной биологии, что все начинается, естественно, в стенке желточного мешка. Первые кроветворные клетки появляются там. Но что дальше происходит? В соответствии с одной, с первой моделью, в стенке желточных мешка появляется первая популяция макрофагов. И эти макрофаги остаются навсегда только в эмбриональном периоде. Они никаким образом не сказываются на развитии макрофагальных популяций в разных органах. Чуть позже, также в стенке желточного мешка, появляется вторая популяция прогениторных клеток. Они так называемые ритромиелоидные предшественники. Ну, по названию понятно, что ритроциты из них формируются, и некоторые клетки миелоидного ряда. Из них появляются макрофаги, которые заселяют практически все органы развивающихся зародыша. Это и ЦНС, ну и остальные органы. И только к десятым суткам, это сутки развития мыши, только к десятым суткам в такой зоне аорта, гонада, мизонефральной зоне зародыша, среди мизинхимы, появляется третья стволовая клетка, уже характерное название стволовая клетка крови, которая мигрирует в печень или в красный костный мозг, и которая, собственно, дает в конечном итоге моноциты периферической крови. Таким образом, в итоге, что появляется? Все макрофаги у нас родоначальникам берут свое начало из стенки желточного мешка. И только небольшое их количество все-таки связано с костно-мозговым кроветворением, и то не во всех органах. Значит, следующая модель очень похожая, но она говорит, что на самом деле вот эта самая первая модель, самая первая генерация макрофагов все-таки может быть обнаружена в организме млекопитающих. Это прежде всего макрофаги ЦНС, так называемая микроглия. В дальнейшем, в других органах они по большому счету не принимают участия. Но вторая генерация, как я уже говорил, переселяется в печень, там формируют обычный росток моноцитарный, и эти моноциты также мигрируют по всему организму и дают тканевые макрофаги. Ну, никуда не делись предшественники костно-мозгового кровообращения, они тоже принимают участие в формировании макрофагальной популяции только в некоторых органах. И самая сильно отличающаяся эта модель, это третья модель, которая говорит о том, что несмотря на то, что в пренатальном периоде есть различные клетки эритромиелоидные, которые могут давать макрофаги, все равно все макрофаги наши, это макрофаги, связанные с красным костным мозгом. Почему различие в этих трех моделях такое, ну, особенно вот с этой третьей, такое разительное? Ну, видимо, это связано с тем, что с помощью каких транскрипционных факторов авторы этих работ отслеживали миграцию и дальнейшую судьбу макрофагов. Ну, и если рассматривать статьи современные, которые уже вышли совсем недавно, по большому счету считается, что, скорее всего, вот эта вот модель является ведущей и рабочей, и по всей видимости она наиболее близка к правде. То есть, еще раз, что она говорит, что первые кровотворные предшественники появились в стенке желточного мешка, и они дали макрофаги ЦНС. Самое интересное, у этих макрофагов в дифероне отсутствовала даже моноцитарная стадия. Вторая порция, опять-таки, появилась в стенке желточного мешка, но они уже мигрировали в печень и там дали моноциты, и эти моноциты расселились по всему организму млекопитающих и дали большую популяцию ткневых макрофагов. И третья группа кровотворных клеток появилась в аортогонадами изо-нефральной зоне, и она уже заселила, ну, печень в том числе, но в конечном итоге красный костный мозг, и небольшое число органов содержит макрофаги из этих предшественников. То есть, фактически, большая часть наших макрофагов, это макрофаги, которые, их родоначальники появились в пренатальном периоде, и костный мозг, красный костный мозг, практически не влияет на их популяцию. Ну, и вот итоговая, так сказать, схема. О чем она говорит? Помимо того, что все макрофаги появились в пренатальном периоде, они заселили почти все органы, но после рождения судьба для разных органов была немного разная. По представлениям вот этих первых исследователей возникло несколько групп органов. Ну, например, ЦНС, печень, ну, отчасти легкие, содержали макрофаги исключительно, которые развивались в пренатальном периоде. В других органах была смешанная популяция, это, например, селезенка, то есть к макрофагам, которые появились там в пренатальном периоде, стали постепенно с течением жизни добавляться все-таки небольшое число макрофагов костно-мозгового происхождения. И были третий тип органов, это, например, слизистая оболочка кишечного тракта, где, несмотря на то, что изначально в пренатальном периоде стенка слизистой оболочки была полностью заселена макрофагами эмбрионального происхождения, вот из стенки желточного мешка, после рождения, в связи, наверное, с заселением микрофлоры, там и так далее, с условиями питания, вот эти вот первая популяция эмбриональных макрофагов постепенно стала исчезать оттуда, и в стенке кишечника все-таки постоянно наблюдается миграция моноцитов. Почему органы, в общем-то, различаются? Почему в ЦНС, например, в ЦНС не наблюдается миграция моноцитов, а вот, например, в селезенке наблюдается, и тем более в стенке слизистых оболочек пищеварительного тракта? Для объяснения этой ситуации, тоже не так давно, была предложена концепция так называемой макрофагальной ниши. Ну, мы уже слышали, что есть ниша стволовых клеток крови, ниша тканевых прогениторных клеток. Ну, вот, видимо, по аналогии с этим, авторы предложили, что есть в каждом органе макрофагальная ниша. Ну, что такое макрофагальная ниша? Ну, это понятно, это все микроокружение макрофагов в органе, то есть это клетки, межклеточное вещество, может быть, какие-то факторы, которые ассоциированы с межклеточным веществом. И именно ниша определяет, есть ли миграция новых моноцитов, и, стало быть, новых макрофагов в органах или нет. Если ниша закрывается где-то сразу перед рождением, то никакой миграции моноцитов мы не наблюдаем, и примером таких органов является ЦНС. То есть макрофагальная ниша в ЦНС закрылась от циркулирующей крови с помощью гематоэнцефалического барьера, и туда макрофаги не проникают. Есть вторая группа органов. Это органы, в которых действительно ниши были все заняты к рождению, но органы после рождения продолжают активно расти, поэтому появляются новые ниши, которые заселяются моноцитами. Но такое заселение будет незначительным, просто постепенно в течение жизни будет количество макрофагов костно-мозгового происхождения нарастать. И есть третьи органы, в которых по каким-то причинам макрофагальные ниши постоянно становятся пустыми. То есть сначала есть макрофаги, они элиминируются, и постоянно появляются пустые ниши. И это пример таких органов. Это является слизистая оболочка кишечника, а также дерма. Ну вот здесь представлено примерно то же самое, что я сказал. Вот как раз три группы органов. Это ЦНС, где закрытая макрофагальная ниша. Туда не может в принципе в норме ничего мигрировать. Все они заняты клетками микроглии. Дальше органы промежуточные. То есть с течением постнотального периода часть ниш может появляться пустых снова, и туда будут мигрировать клетки костно-мозгового происхождения. И третий вариант, это как раз когда появляются постоянно в большом количестве пустые ниши. Это еще раз слизистая оболочка кишечника и дерма. Но несмотря на то, что вот эта концепция была сформулирована довольно недавно, сразу опять-таки стали появляться несоответствия с этой концепцией. Ну например, стало понятно, что макрофаги внутри каждого органа настолько гетерогенные, что вот так сразу вот нельзя сказать, что значит вот в печень, например, вообще не мигрируют или мигрируют с какой-то определенной скоростью моноциты. Слишком гетерогенные условия внутри органа. Кроме того, даже когда свободные ниши обнаруживались или появлялись в результате воздействия экспериментального, почему-то не обнаруживалась миграция моноцитов, хотя ее следовало ожидать в соответствии с концепцией. Если ниша пустая и доступная, то ее следует заселить. Третий вопрос. Авторы вот этой макрофагальной ниши, концепции, предполагали, что раз моноцит попал в макрофагальную нишу, он воспринимает все условия данного органа и полностью дифференцируется в макрофаге, неотличимые от исходных макрофагов резидентных. Однако, довольно много исследований в этом направлении сделано, многие авторы показывают, что действительно моноциты мигрируют, заполняют пустые ниши, но они формируют макрофаги, которые в той или иной степени отличаются от исходной популяции. Ну, это отдельная проблема. И сюда же относятся проблемы, связанные с тем, что, ну, хорошо, даже если макрофаги мигрируют во многие органы, они там не сохраняются, они удаляются разными способами оттуда. И по каким-то причинам все равно ниша заполняется именно резидентными макрофагами. И в связи с тем, что вот эти данные новые накапливались, авторы, в общем-то, предприняли попытку модифицировать свои изначальные предположения. Ну, первое, что было сделано, мы, конечно, решили, что каждый орган – это не одна единственная макрофагальная ниша, это сразу несколько. Ну, вот тут пример показан на примере селезенки. Три отдельные популяции макрофагов, связанные с красной пульпой, с маргинальной зоной, а также с герминативными центрами. В печени были обнаружены отдельные популяции макрофагов в капсуле органа, а также типичные макрофаги, ассоциированные с синусоидными капиллярами. И третий вариант – это вот в легких, там тоже как минимум три популяции макрофагов обнаруживается. И даже в ЦНС, которая считалась, что туда уже точно никто не эмигрирует, потому что гематоэнцефалический барьер не позволяет этого делать, все равно были обнаружены, что есть небольшая популяция, ассоциированная с оболочками мозга, небольшая популяция макрофагов, также ассоциирована с крупными сосудами и сосудистыми сплетениями. Ну, так или иначе, популяции макрофагов в каждом органе стали очень разнообразны, поэтому, в общем-то, следует историю развития каждой из этой популяций рассматривать отдельно. Но это очень большая работа, и не знаю, когда это она будет закончена. Но если рассмотреть механизмы, как же поддерживается численность, не важно, какой это орган, как же поддерживается численность макрофагов внутри каждого органа, можно сказать, что на ее численность влияет клеточная гибель, пролиферация макрофагов, а также дифференцировка моноцитов. В той или иной степени она, конечно, может быть выражена. Ну, самым интересным моментом в данное время является роль гибели макрофагов в каждом органе. Но особенно эта гибель макрофагов заметна при каких-то повреждениях, которые наносят органу. Считается, что сразу же после возникновения воспалительной реакции в органе макрофаги начинают гибнуть. Причем, конечно, это больше всего изучено на моделях токсического повреждения или инфекционного повреждения органов. И вот это явление было названо защитный суицид. В таких клеточных терминах гибель макрофагов описывается как некроптоз или даже некроз. И вот тут вопрос, зачем нужна эта гибель макрофагов. Причем иногда довольно масштабная в ответ на повреждения органа. Ну, считается, что вы вынесли такой постулат, что, скорее всего, резидентные макрофаги являются сильно вовлеченными в поддержание метаболизма данного органа. И они не могут в полной степени отвечать на воспалительные стимулы или регулировать там репаративные процессы. Поэтому резидентные макрофаги являются сенсорами повреждения. А вот уже эффекторами являются мигрирующие моноциты. Ну, насколько вот это положение верно, трудно сказать. Потому что сказать, что резидентные макрофаги сенсоры, а моноциты совсем не сенсоры, ну, наверное, вряд ли можно. Например, вот в... Да, так, сейчас. Ну, в нашей работе, я уже сказал, что показано, что обычно макрофаги гибнут в ответ на инфекционное повреждение органа или токсическое. Но вот в нашей работе отмечено, что около 16% всех популяций макрофагов печени гибнет при ее резекции. В общем-то, здесь и никакое не токсическое повреждение, и даже не инфекционное. Хотя гибель довольно заметная. Касаемо вопроса о том, что резидентные макрофаги сенсоры, а моноциты-эффекторы, тоже довольно дискутабельны. Потому что в одной из наших работ мы сравнили профиль экспрессии моноцитов и клеток Хупфера. И оказалось, что у моноцитов, например, такие уже типичные сенсоры, как тол-лайк рецепторы 2, 4, 7, 8 типа, в моноцитах экспрессируются на более высоком уровне. Поэтому вот это положение о том, зачем нужна гибель макрофагов, и какова роль ее в дальнейших репаративных процессах, в общем-то, очень дискутабельна и нуждается в дальнейшем исследовании. Но я вот сказал, что несмотря на то, что было положение о том, что если ниша макрофагов опустошается, она должна быть заселена мигрирующими моноцитами и их последующей дифференцировкой. Но во многих работах эту миграцию вообще даже и не выявили, что оказалось, в общем-то, очень необычно. Ну, здесь стоит сказать о том, вообще, какова судьба моноцитов. Ну, в настоящее время известно, что моноциты довольно гетерогенная группа клеток, что есть как минимум 2, а то и 3 субпопуляции. Вот есть классические, это маркеры все представлены, например, мыши, есть классические моноциты, и есть моноциты не классические. Классические это как раз те моноциты, которые мигрируют в ткани в ответ на воспаление, а не классические моноциты это те моноциты, которые раньше предполагалось, что они живут только внутри сосудов, Но в настоящее время считается, что они тоже при воспалении могут мигрировать в ткани. Но касаемо судьбы моноцитов, что еще интересно? Опять-таки, данная схема предполагала, что моноциты, образуясь в красном костном мозге, попадают в сосуды и дальше из сосудов сразу же мигрируют в ткани. Но оказалось, что они долго могут допонироваться в селезенке, и селезенка является таким резервуаром для моноцитов, и они там долго накапливаются, но при повреждении, там, ишемическом повреждении сердца, при травматическом повреждении спинного мозга, ишемическом инсульте головного мозга, они выбрасываются из селезенки и уже попадают в очаг воспаления. Но так или иначе, что было показано, что, возвращаясь к предыдущим слайдам, что миграции не выявлено. Но вот одна из недавних статей с помощью такого вот маркерного гена MS4A было прослежено, куда же все-таки мигрируют даже в норме моноциты, в какие органы. И было отчасти подтверждено вот одно из первых представлений, что в ЦНС не мигрируют, в эпидермис не мигрируют моноциты в норме, в печень даже, хотя первые авторы предполагали, что из-за того, что постоянно появляются новые ниши в печени, они все равно не мигрируют. Но зато подтверждено, что мигрируют в кишечную стенку, в почки мигрируют и отчасти мигрируют в легкие. То есть оказалось, что несмотря на то, что тут-то понятно, ниша закрыта гематоэнцефалическим барьером, тут ниша закрыта контактами между кератиноцитами. А здесь, в общем-то, доступ открыт, в капиллярах печени есть поры, однако все равно почему-то моноциты не мигрируют. Но это в норме. Но даже при воспалительных реакциях во многих органах миграция была не обнаружена. И авторы, в общем-то, модифицировали свою концепцию в каком направлении. Они обнаружили, что чтобы обнаружить миграцию макрофагов и моноцитов в орган, надо, чтобы гибель резидентных макрофагов достигала 80%. И то, в этом случае можно не обнаружить миграции, но, в общем-то, можно и обнаружить, где-то 50% ниш будет занято моноцитами. Что определяет выраженность этой миграции? Утенькое окно воспалительной реакции органа на повреждения. До тех, пока в органе высокий уровень синтеза интерлекина первого, ТНФ-альфа, интерлекина шестого, в это время моноциты еще могут сюда мигрировать. Но этот период времени, как считают исследователи, очень короткий. Поэтому, как только этот пик синтеза этих цитокинов исчезает, то больше ниши не могут заполниться мигрирующими моноцитами, а заполняются только за счет пролиферации макрофагов. Но давняя история, могут ли макрофаги пролиферировать или не могут пролиферировать. В настоящее время, конечно же, показывает, что они могут пролиферировать. Причем макрофаги моноцитарного ряда и тканевые макрофаги могут пролиферировать. И тут очень сложный вопрос. Почему все-таки, у кого предпочтительная реакция пролиферации? Кто лучше склонен к этой пролиферации? Мигрирующие моноциты или резидентные макрофаги? Ну, в настоящее время это очень активно изучается. И пока что наиболее изучена роль только МКСФ, фактора макрофагального фактора роста, что превышение его пороговой концентрации приводит к пролиферации макрофагов. Возможно, это и объясняет, почему именно тканевые макрофаги заполняют ниши, которые не успели заполнить моноциты. Второй вопрос. Что же происходит, даже если моноциты попали в орган, то есть они протиснулись в это узкое окно, стокиновое, в чем дальше их судьба? Ну, вот я вам говорил, что многие ученые показывают, что, во многих работах показано, что мигрирующие макрофаги сильно отличаются от истинных резидентных. Но это вот была предпринята огромная работа, показано, что у каждого макрофага сначала формируется такая кор-макрофагальная программа, а потом на нее наслаиваются условия микроокружения в каждом органе и формируется уже специфический фенотип для каждого органа. Собственно говоря, вот по этим факторам транскрипционным и отслеживают, отличаются или не отличаются мигрирующие моноциты и последующие из них макрофаги от изначальных резидентных. В чем может быть дальнейшая судьба? Вот дальнейшая судьба, вот они, мигрирующие моноциты, они все полностью элиминируются из органов, то есть они гибнут, ну или их съедают там окружающие клетки, ну, скорее всего, гибнут, насколько показано в этой работе. Второй вариант, это как бы в одной из работ показано, но наиболее яркий вариант с гибнущими моноцитами и макрофагами, это, конечно, стенка кишечника. Здесь постоянно присутствует вот этот процесс миграции моноцитов, дифференцировка в макрофаге и их удаление, причем как в норме, так и при патологии. Ну, при патологии, естественно, этот процесс более ярко выражен. Отсюда возникло такое явление, макрофагальный, этот самый, как его, водопад, вот, когда постоянно как будто текут-текут макрофаги и исчезают, приходят и исчезают из органов. То есть это один из вариантов дальнейшей судьбы макрофагов. В нашей работе тоже показано, что мигрирующие макрофаги появляются и накапливаются в печени после резекции, но к концу регенераторного процесса они могут, их количество мигрирующих макрофагов снижается. Но нам, как бы, в общем, не удалось показать, в чем же дальнейшая судьба, почему, за счет чего снижается. Поэтому вторым вариантом уменьшения числа вот этих вот новых макрофагов может быть их миграция. И дальним случаем показательным является формирование популяции в эпидермисе. Этими макрофагами в эпидермисе резидентами являются клетки Лангерганца. И вот при воспалении сюда мигрирует большое количество моноцитов, которые дифференцируются в макрофаге. Но после того, как воспаление затихает, эти макрофаги уходят в региональные лимфатические узлы. На самом деле, то, что макрофаги могут мигрировать, а именно резидентные макрофаги, является очень интересным вопросом. Вообще считается, что макрофаги являются подвижными клетками. Но до настоящего времени точно доказано, что только микроглия является подвижными макрофагами. И вот, возможно, макрофаги эпидермис. Остальные макрофаги являются оседлами, и они очень сильно связаны с окружающими клетками. И поэтому покидать в норме свое место, в общем-то, нишу не могут. Но вот в эпидермисе такое явление показано. То есть мигрирующие макрофаги могут быть элиминированы, они могут уйти при разрешении процесса воспаления. Ну и третий вариант. Они могут дифференцироваться в макрофаги, похожие на предшествующие, на резидентные макрофаги. Вопрос дискутабельный. Кто-то говорит, что появившиеся новые макрофаги вообще не отличаются от изначальных макрофагов. Но во многих работах показаны противоположные. Совсем вот такой вот ярко выраженным примером являются альвеолярные макрофаги. Показано, что в ответ на, например, вирусную инфекцию, герпес-вирусную, инфекцию гриппом А, появляются моноцитарные макрофаги в альвеолах. И они оттуда не уходят никуда. Но их свойства сильно отличаются от изначальных альвеолярных макрофагов. Причем показано, что эти свойства становятся как бы лучше. То есть такие вот животные, которые перенесли вирусные инфекции, например, у них реже развивалась бронхиальная астма или приступы бронхиальной астмы протекали, наоборот, менее выраженно. Опять-таки, после перенесенных вирусных инфекций выраженность пневмонии, пневмония у них также была легче практикала пневмония. То есть авторы предполагают, что у макрофагов есть что-то типа памяти, как вот есть у лимфоцитов память, но возможно, что есть какой-то аналог макрофагальной памяти, что они, в общем, после перенесенных каких-то испытаний становятся более тренированными относительно антигена. Этот вопрос также является дискутабельным. Во многих исследованиях показано, что эмоноцитарные макрофаги могут полностью дифференцироваться в неотличимые клетки. Но с чем это связано? Почему в каких-то работах это удается обнаружить, а в каких-то нет? Дело все в том, что какой срок наблюдения, какой срок нахождения в органе мигрирующего макрофага, то есть чтобы макрофаг стал полностью неотличимым от предыдущей популяции, он там должен долго-долго просидеть, чтобы полностью как бы воспринять микроокружение. Поэтому авторы говорят, что надо просто дольше наблюдать судьбу макрофагов, тогда вы увидите, что они полностью станут неотличимыми. Ну и, конечно, что значит долго наблюдать? Должен же быть какой-то маркер, сколько, как долго они там находятся. И авторы предполагают, что таким маркером является Тим-4. Он у кого-то уже в докладе вот звучал вчера, по-моему. Но вот Тим-4, как только он появляется, считается, что он появляется, когда уже макрофаг полностью стал таким резидентным. Ну вот, опять-таки, не знаю, на мой взгляд, это очень странное такое заявление авторов, потому что вот в нашей работе, например, показано, что даже несмотря на то, что в печень огромное количество моноцитов мигрирует, надо ожидать, что в печени появится большое количество молодых моноцитов, у которых Тим-4 очень мало, то, если посмотреть, то на протяжении всей регенерации количество Тим-4 не то что не уменьшается. Ну, оно какое-то время, ну, это недостоверное различие, может даже увеличиваться. С чем это связано и вообще можно ли применять Тим-4 как маркер длительности резиденции макрофагов в органе дискутабельно. И то же самое, некоторые предлагают использовать марка. Но посмотрите, как этот белок реагирует резко на повреждение органа. Как можно судить о длительности, в общем-то, резиденции по этим маркерам? В общем-то, сложно. Возможно, найдут какие-то другие маркеры, которые позволяют оценить, как долго макрофаг находятся в условиях данной ниши. Ну, и если, в общем, немножко резюмировать то, что я сказал, какие... Это вот так выглядит современная концепция макрофагальной ниши. То есть, что определяет свойства и типы макрофагов? Свойства макрофагов. Это источник их развития. И тут вопрос о том, насколько... Почему мы наблюдаем историю, когда ниши свободные, моноциты не мигрируют, а все макрофаги... Все ниши заполняются только резидентными макрофагами. Вопрос дискутабельный о чем? Кто лучше пролиферирует? Получается, что резидентные макрофаги лучше пролиферируют, они быстрее-быстрее заполняют эту нишу по сравнению с мигрирующими моноцитарными макрофагами. Хотя не все с этим согласны. Я сказал, что в поддержании функциональных свойств макрофагов большая роль отводится МКСФ. Но почему-то все сосредоточены на нем. Хотя большинство органов, таких как ЦНС, например, или печень, в межклеточном веществе огромное количество, например, находится HGF. Ну или там других факторов роста. То есть практически не изучено, как влияют эти другие факторы на популяцию органных макрофагов. Ну, время резиденции, действительно, макрофаги должны долго находиться в органах, чтобы приспособиться к его микроокружению. Но маркер до настоящего времени, на мой взгляд, в общем-то не обнаружен. Ну и вопрос о гибели макрофагов, о том, что тканевые макрофаги являются сенсорами, а моноциты являются эффекторами, остается дискутабельным, потому что непонятно. И во многих исследованиях данные разнятся, кто же все-таки более чувствительным к факторам активации. Моноциты и будущие из них макрофаги, или резидентные макрофаги. Это, собственно, все, что касается современной концепции макрофагальной ниши. Ну, еще, так сказать, как послесловие, хочу немножко остановиться на парадигме М1-М2 макрофагов. Кто знаком, в общем, с литературой, они очень часто встречают, что вот эти термины используются, М1-М2 макрофаги. Откуда это все началось? Все началось в 2000 году, вот с этой статьи, наверное, можно сказать, эпохальной. Чарльз Миллс написал, предложил вот этот парадигму, М1-М2 макрофаги. На основании чего он ее предложил? На основании, в общем-то, Т-хелпер-1 и Т-хелпер-2 ответа. То есть, раз есть Т-хелпер-1 лимфоциты, значит, должны быть соответствующие, как эффекторные клетки, соответствующие макрофаги. Тут здесь даже в этой статье эти макрофаги называются Т-хелпер-1 ассоциированные макрофаги. Шло время, и вот такое жесткое разделение на противоположные популяции стало стираться. Кто такие М1? Предполагалось, раз они связаны с Т-хелпер-1, ответом, значит, это провоспалительные макрофаги. Макрофаги, ассоциированные с Т-хелпер-2, это противовоспалительные прорегенераторные макрофаги. То есть, это такие два типа макрофагов. Но шло время, и жесткость границ между ними стала стираться. И первым, конечно же, начали делить макрофаги М2 типа. Стало понятно, что есть различные подвиды, в зависимости от того, чем активировать макрофаги. И дальше некоторые предложили, что есть М3 и М4 в макрофаге. И деление пошло очень-очень на мелкие, так сказать, такие подтипы. И все дошло до того, что вышла статья в 2014 году с большим количеством авторов, которые постулировали, что на самом деле нету жестких вот этих разделений макрофагов на провоспалительные и противовоспалительные. Милс их получил в культуре, а это мы рассматриваем ин виво ситуацию, что у животных, у человека на самом деле между макрофагами имеется непрерывный континуум фенотипический. То есть, на самом деле, четко вот так разделить на их М1 и М популяции невозможно. Поэтому авторы вот этой статьи предлагали не называть вообще макрофаги М2 и М1, а называть макрофаги, в скобочках писать, чем они активированы, ЛПС, интерлекином 4 и так далее. То есть, просто говорить макрофаг и какой-то маркер, по которому он положительен. Ну и они тут предлагали всевозможные маркеры. И если уж рассматривать эту таблицу, то можно сказать, что практически ушли от использования CD-маркеров. Первые статьи предлагали использовать CD86, CD206, CD163. Все предложено от этих всех маркерных белков отказаться. Ну и в настоящее время, если Мюррей и его коллеги пытались как-то, в общем-то, модифицировать, все-таки сохранить эту систему, то в настоящее время все чаще и чаще звучат совсем резкие заявления, ну вот совсем недавние статьи, забросить вообще М1, М2 парадигму, потому что она вообще не соответствует ситуации в жизни. Или вообще интересное замечание, оставить М1, М2 парадигму для истории. Но, несмотря на то, что вот такие критические замечания давно звучат, все равно, если вы откроете подмет там или еще что-то, вы обнаружите, что статей, которые используют термины М1, М2, очень много. Почему сохранилась? Ну потому что просто, пока там напишешь про воспалительный, М1 и все. И как бы все понимают, наверное, о чем идет речь. Но главное обязательно оговаривать, какие вы маркеры имеете в виду, когда вы называете макрофаг М1 и М2. Ну это вот наш весь огромный большой коллектив, который работает в разных совершенно направлениях. У нас очень много всяких-всяких тем. Конечно, в центре у нас все равно стоит макрофаг, но есть совершенно, так сказать, экспериментальные работы, есть и с приложением клинических исследований. Но мы всегда рады сотрудничеству. Спасибо. Владимир Владимирович, да, пожалуйста, вопросы. У меня одно возражение и один вопрос. Возражение чисто историческое. Вы сказали, что Илья Мечников не предлагал термина макрофага. Это ошибка. Это было, если я хорошо знаю работы Мечникова, по-моему, это была работа о борьбе фагоцитов против рожеского стриптокока, где он впервые разделил клетки на макрофаги и микрофаги. То есть макрофаг – это понятно кто, а микрофаг – это нейтропивная компания. Можете открыть в собрании сочинений в 16-томном? Это есть, точно есть. Да, хорошо. Но проблема в том, что он открыл фагоцитоз на личинке морской звезды. Я вот что имел в виду. Конечно, он… Подожди, он потом… Давайте так. Потом он провел огромную серию работ по изучению роли фагоцитоза при возвратном тихе, роже, сибирской язве, туберкулезе и везде, и так далее. То есть он наблюдал фагоцитоз, до него тоже наблюдали. А вот вы сказали, что термин макрофаг – макрофаг, он впервые вводит в работах вот… Нет, это… Ну, считается, что, наверное, это, как всегда, спорный момент, может быть, Мечников… Ну, как он спорный? Он говорит, я предлагаю назвать это макрофагом. Ну, он, не только он. Были одновременно работы немецких ученых-гистологов, которые предлагали тоже термин макрофаг и, возможно, ранее… Вы можете назвать фамилию? Нет, не могу, к сожалению. А я могу назвать фамилию Мечникова. Очень хорошо, что вы знаете Мечникова. Так вот, дело в том, что… На чем я хочу сказать, раз вы уж хотите… Если вы хотите дискутировать, то я вам что хочу сказать. Дело в том, что во времена Мечникова четко не могли разделить макрофаг от других клеток, которые обладают фагоцитозом. Это касается, например, клета Купфера, который Купфер описал, на самом деле, не клетки макрофаги, а описал целый набор клеток, которые… Вы уходите в сторону. Давайте уходите в сторону от вопроса. Которые способны поглощать частицы золота. Таким образом, возможно, что он использовал термин макрофаг, но он изучал не совсем и не только макрофаги. Ай, ладно. Тогда никто ничего не открыл в 19 веке. Давайте так. Нет. Значит, второй вопрос уже, а не возражение. Скажите, вот особенно это колоритно видно на примере втором вашем, да, где вы показываете, что, в общем-то, парадигма М1-М2 расплылась, потому что маркеров оказалось множество. Они очень лобильны, они очень подвижны. Так вот, ведь первоначальная гипотеза о том, что все или многие макрофаги имеют костномозговое происхождение, да, и моноцитарное, она же тоже не из головы родилась. Она родилась из опытов с использованием разных маркерных меток, да, хромосомных или ферментных, когда брали костный мозг с определенным там геном фермента, подальше находили макрофаги, соответствующие других органах. То есть костный мозг был, а макрофаги вдруг внезапно в печени начинали нести, соответствующий маркер. Вот отсюда возникает вопрос, как можно согласовать вот эти данные, а все-таки это тоже данные серьезные, надежные довольно-таки, с тем, что вот наблюдается вот в этих последних работах, последних лет. И не кажется ли вам, что может быть попытка сделать метод точнее, а здесь смотреть в основном по маркерным разнообразным молекулам, сделала его наоборот, как бы это сказать правильно, слишком, повысила уровень шума. То есть макрофаги, постоянно меняя свой фенотип, таким образом ускользали исследования или появлялись там, где они не нужны. То есть, грубо говоря, что вот эти вот дикие противоречия связаны с тем, что стали использовать, собственно говоря, очень лоббильный маркер, в отличие от маркерных меток, которые используют в 70-е и 80-е годы. Во всяком случае, как согласовать эти данные? Данные, я не очень понял, данные о М1, М2 и... Нет, 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 данные про костно-мозговые макрофаги, они были получены все-таки о том, что макрофаги, что клетки Купфера образуются из костного мозга, как узнали? Взяли костный мозг у мыши, несущий там определенную хромосому маркерную, дальше пересадили ее облученной другой мыши, и вдруг обнаружили среди клеток Купфера, соответствующие их хромосому. То есть, как согласовать данные, полученные на маркерных моделях, или брали фермент, вот работа 2003 года была в Nature, брали фермент, некую изоформу, соответствующий костный мозг, пересаживали мыши, у которой костный мозг был выбит, и вдруг получали макрофаг в печени, клетку Купфера в печени, которая несла соответствующий фермент из этого костного мозга. Как согласовать? Из костно-мозговых предшественников. Да, такие работы есть, но их очень мало. Вот, они есть. Почему в результате этих исследований было показано так, мне трудно сказать. Но, возможно, что в связи с тем, что методический уровень постоянно наращивается, стали легче отличать костно-мозговые предшественники, которые могут попадать в орган и какое-то время там могут находиться, от все-таки резидентных макрофагов. Если раньше действительно считалось, что могут мигрировать, дифференцироваться, то сейчас очень четко стали отличать макрофаги по набору транскрипционных факторов. То есть, ну, не знаю, вот эти транскрипционные факторы, они стабильные, потому что они обеспечивают жизнь макрофагов. Если один из этих факторов удалить, макрофаг погибает. Погодите, но вы же отличаете жизнеспособные макрофаги друг от друга популяции. Да. Поэтому моментальное их превращение там в часовой шкале вы можете просто не исследовать? Нет, про транскрипционные факторы так не может быть, потому что это совершенно эти исследования связаны с трансгенными животными, у которых каждому транскрипционному фактору прицеплен ген GFP. Поэтому эти все маркеры постоянно экспрессируются, и поэтому эти макрофаги постоянно, собственно, можно обнаружить по определенному репортеру GFP, там, или томата, или так далее. Это не связано... В данном случае транскрипционный набор, это как раз программа макрофага, не отличающая его функциональную активность, она отличающая активность его органную принадлежность. Она все равно может меняться. Ну, можете, так сказать, вопрос не ко мне, я вам представил вот эти данные. Считается, что нет, они различаются с мигрирующими и с резидентными. И то, что раньше показывали, что одни могут, что макрофаги органы могут костно-мозговыми представлены быть, видимо, не могли четко отличить мигрантов. Подождите, из коста в костном пересадили костный мозг. Хорошо, хорошо, пересадили костный мозг с меткой. Еще раз, я вам говорю... Вопрос в том, что кого называть клетками Купфера и резидентными макрофагами. Считается, что резидентные это только клетки Купфера, а моноциты, превращающиеся в макрофаги из них, это не считать клетками Купфера. Конечно, такая отличная невозможность. Спасибо большое. Давайте даем один вопрос. А что же... Да, школьники поймут. Скажите, пожалуйста, смотрите. Вот, допустим, ну вот я работаю на животных, на кроликах, индуцирую, увидите воспаление в глазах животных. Подскажите, а вот если я перед тем, как инициирую воспаление в глазу, нанесу рану животному, воспаление в глазах будет таким же или оно снизится? Нет, трудно сказать. Это что-то... Ну, это идея-то, нитрофилы как-то сначала у меня должны уйти туда, где возникла рана. Ну, допустим. Вот, а собственно после этого, когда, как говорится, я отвлек внимание, я индуцирую воспаление в совершенно другой части тела. Воспаление будет таким же или оно снизится? Это только в эксперименте, наверное, можно показать. Ну, понятно. Не знаю, не могу сказать. Спасибо. Есть ли у нас вопросы от участников ученых или тех, кто давил интеллект больших ученых? А можно от больших ученых? Ваши лекции. Высула большой. Я не отношу себя к большим ученым, но у меня вопрос... Спасибо большое. Очень... Это не мое поле. Но вы, Андрей Владимирович, вы были достаточно категоричны в отношении невозможности миграции в МОЗ, да? Наверное, да, ниша там своя, пустая, неважно какая. Но мы знаем, потому что есть барьер. Но мы знаем, что в результате всевозможность воздействия. А вообще-то, когда все нормально, зачем мигрировать? Все хорошо. Но есть варианты, когда барьер открывается. Вот тогда-то и надо мигрировать. Разве это не так? И вот, и, кроме всего прочего, когда я слушал ваш лекции, я поймал, там был момент в отношении вот вирус индуцированных всевозможных вариантов. Марк появлялся на третий день, да? Это не связано с тем, что вообще, в принципе, каждая ткань имеет определенный барьер, и у вас на третий день, он открылся у этой ткани, и тогда-то они пошли, они мигрировали. Тогда все это, проблемы с миграцией, они очень надрезаны. Когда все хорошо, зачем волноваться? Вот в этом вопрос. Это вопрос опять о том, конечно, при повреждении ЦНС в нее могут мигрировать макрофаги, но в современных статьях написано, что не каждый макрофаг ЦНС микроглия. Ввели отдельное название микроглия похожей клетки, микроглия like cells, вот, и они отличаются от клеток микроглии по своим свойствам. Миграция может быть, но... И они сразу убиваются, как вы считаете? Вот непонятно. Вы же считаете, что они приехали и сразу их... Ну, нет, в каких-то органах они исчезают, а вот в некоторых могут долго-долго. Вот ЦНС показано, что долго там сохраняться могут вот эти похожие на микроглию клетки. Вот, но это по-разному для разных органов. Если в легких было показано, что это хорошо, то для микроглии написано, что они, наоборот, приводят к хронизации воспаления, накопления вот таких неродных макрофагов. А так, понятное дело, конечно, все дело в барьере и условиях миграции. Спасибо, есть ли у нас еще вопросы? Давайте, раз уже у нас пошло состязание больших ученых, и мы показываем, как должно выглядеть, то я задам вопрос тоже. Андрей Владимирович, вот вы сказали, что, ну, то, что сейчас обсуждалось, ниша закрыта, первый факт. Второй факт, макрофаги или моноциты могут пролиферировать. Вопрос. Поскольку уже упоминались ниши стволовых клеток, стволовой макрофаг, прогениторный макрофаг существует? Есть что-то по этому поводу? Ну, вот видите, вопрос о том, могут ли макрофаги пролиферировать. Тут вот в чем здесь вопрос. И, то есть, понимаете, это когда-то там в далекие времена, помните, были разделены все ткани с диффузным камбием, с локализованным камбием и так далее. Поэтому, возможно, что макрофаги это что-то типа похожее, что они, как и все растущие, например, клеточные популяции, могут из G0 возвращаться в G1 и вступать в методический цикл. Если специализированные макрофаги, которые в органе поддерживают эту популяцию пролиферирующих, трудно сказать. Потому что вот так вот, если на срезах смотреть, то они невозможно с чем-то ассоциировать. А уж если в культурах, то макрофаги легко под действием интерликин-10 или МКСФ вступают в пролиферацию. Если какая-то особая популяция, непонятно. Спасибо. Вопросов, я так понимаю, больше нет. Большое спасибо, Андрей Владимирович. Большое спасибо за оживленную дискуссию, которую вы вызвали.